МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Администрация медсанчасти предложили мне еще желание работать было, энергия еще была. Откройте, организуйте кабинет детской гинекологии на базе детской поликлиники. Антонина Николаевна Панкратова уже была пенсионеркой. Когда ей поручили открыть первый и единственный в нашем городе детский гинекологический кабинет. А она вспомнила, как совсем еще молоденькой девчонкой создавала с нуля районную гинекологическую службу в республике Коми. И взялась за дело с тем же напором и энтузиазмом. Антонина Николаевна Панкратова. Родилась 13 сентября 1931 года в селе Клеймёновка Каменского района Пензенской области. В 1956 окончила Горьковский государственный мединститут по специальности «Лечебное дело» и была направлена в республику Коми. Там около 20 лет руководила районной акушерской гинекологической службой. В 1976 году приехала в Заречный и стала заведующей женской консультацией. После выхода на пенсию организовала работу кабинета детской гинекологии. Она была восьмым, самым младшим ребенком в семье крестьян. Ее родители пережили все роковые события начала 20 века и активно поддерживали советскую власть в любых ее начинаниях. Когда был призыв к коллективизации, они первые вступили в колхоз, цвели в общий сарай всю свою скотинку. Потом ничего из этого не получилось. Оставшись без средств фактически к существованию, они, как говорится, откликнулись на следующий призыв – поднимать индустриализацию страны. И в декабре 1931 года поехали в Пензу. К тому времени из-за голода в семье осталось всего трое детей. Сын и две дочери. Отец быстро устроился мастером на завод имени Фрунзе. Мама смотрела за хозяйством. Жили они бедно, но к 1939-1940 году стало как-то полегче. Мы ели уже хлеба вдоволь, мы ели уже молоко. По праздникам уже мясо в доме появлялось. И так жизнь постепенно налаживалась. Правда, ненадолго началась война. И снова голод и холод. Вы даже себе не представляете, что такое спать в валенках, в пальто, в платке, когда тебе, значит, насекомые еще там грызут, почесываешься. А утром встаешь, идешь голодный в школу. Учились, писали на старых газетах. Тут как-то стало быть, налаживаться. Организовали детское питание, привозили в школу овсяную кашу, прямо как вот есть овес. Разваривали его. Если у тебя не было никакой плошки, просто на кусок газетки тебе половник бросят. Ну, вот так. И все-таки как-то за нами смотрели. Все равно мы с голода не умирали. Приходишь, мама, нет, папа на работе, день и ночь был на работе. Они сутками там пропадали. Завод имени Фрунзе уже перешел на военную продукцию, он там работал. Ну, а мама строчила, шила какие-то незатейливые там вещички, ездила по деревням, меняла их. Тогда все женщины почти этим занимались, на продукты. Дети тоже без дела не сидели. В Пензе открылось много ивакогоспиталей. Семья Тони жила недалеко от вокзала. И девочка часто встречала эшелоны с ранеными. Вместе с подружками выступала в госпиталях, писала за солдатиков письма их родным. А еще участвовала в концертах в сквере около ДК имени Дзержинского. Там наскоро была сколоченная эстрада. И там выступали артисты перед воинами, которые ходили на фронт. Ну, и нас частенько включали. Нас особенно хорошо принимали. Но, представляете, каждый, наверное, вспоминал своего ребенка оставленного. Если бы вы знали, как выразить свое ликование, вот это все сердечко детское трепетало. И вот можете мне поверить, я не ощущала больше такой радости, как вот радости в День Победы. Хотел всех обнять, целовать. Вот теперь все, вот уж теперь мы заживем. Вот оно, счастье великое, пришло. Мы бегали, будили всех. Война кончилась, война кончилась. Знаете, вот остановилось все движение. Обычно рано утром приезжал поезд пригородный и на базар. Мы всех останавливались, и никто на базар не шел. От вокзала до базара это был сплошной стол. Все вставали, выкладывали, что несли на базар, угощайтесь. И нужен нам был флаг, флаг Победы. А уж была такая уже к этому времени голодрань, уж такая бедность. Ну где же достать флаг? И вот одна девочка у нас пожертвовала своим красным сарафаном мелкий белый горошек. И вот с деликаток не видно было горошек. И мы его разорвали на палку и воткнули. И потом гордились, что на нашем доме развивался в первых красный флаг Победы. И там вот балкон у клуба Держинского. И мы на этом балконе стояли и орали «Гитлер, капут! Гитлер, капут!». Потом целую неделю голос сел, не могли ничего говорить. Антонина и после войны занималась самодеятельностью. Даже в артистке хотела податься после седьмого класса. Мама сказала, говорит, это что за профессия? Артистка. Вот. И домой не приходи, если ты поступишь на артистку. А мы с одной подружкой сговаривались. Прям пойдем к Любови Орловой. Узнаем, где она живет, придем и скажем, что мы хотим учиться. Но мама была непреклонна. Советовала, учись на врача. Будешь всегда в белом халате, в чистоте, тепле и уважении. Дочь послушалась. После десятого класса поехала в Горький. И, несмотря на сумасшедший конкурс, поступила в мединститут. Тут же нашла музыкально-драматический кружок и в него записалась. Началась трудная, веселая, полная любви, романтики и безденежья студенческая жизнь. В 1956 году Антонина получила диплом с формулировкой «Лечебное дело». На прощальный концерт выпускников института с участием дочери приехала мама. Мама посмотрела в ГТХ и правда надо тебе быть. Ну вот теперь иди на артистку учись. А у дочки уже распределение на руках. Республика Коми, Княж-Погодский район. Один из членов распределительной комиссии Тоню предупредил. Ты, когда будешь собираться, возьми фуфайку, резиновые сапоги и теплый свитер. Так мы и сделали. Купили резиновые сапоги, купили фуфайку, купили теплый свитер. Тогда у нас была дружба с Пекином навек. Китайский такой свитер шерстяной, прям как шуба. И там был маленький такой кармашек на замочке. Я никогда туда не заглядывала. Потом уже, много времени спустя, извлекая оттуда полуистлевший-стлевший такой листочек. Маминой рукой, она два класса церковно-приходской школы. Молитва ее рукой написана «Живые в помощи». Она мне сюда их положила. Я их почти 40 лет носила, не знала, что они там есть. А потом тоже много лет спустя я узнала, что к рабочей, к своей трудовой деятельности врача я приступила 9 августа 1956 года. 9 августа – это день святого целителя Пантелеймона. Вот я решил так, что он мой был англ-хранитель и покровитель. Итак, 25-летняя Тоня, маленькая, с длиннющими косами, в туфельках и легком платье, отправилась на поезде до станции Кнежпогост, которую даже кассир на вокзале, когда девушка покупала билет, нашла с большим трудом. От станции на автобусе по грунтовой дороге, на пароме через реку и дальше до Соктывкара. Там сама выбрала для себя место работы – главным врачом участковой больницы в деревне Ветью. Название понравилось, да и железная дорога вроде бы рядом. Правда, добираться до нее почему-то по реке Вым, по которой лес сплавляют, на катере. Подплывает катер, чуть-чуть побольше моторной лодки с маленькой кабинкой. Сажусь на дне по щиколку вода, ржавая консервная банка, которую надо еще эту воду постоянно вычерпывать. Сажусь, совсем обреченный уже, в эту лодку, тыр-тыр-тыр-тыр, поплыли. Воды боюсь. Эти бревна все время стучат об этот катер. Ой, Васюшкин, ой, не дай бог пробьет. Совсем темно стало, мы просто в кромешной тьме плывем. И вдруг потом где-то впереди вижу по берегу такую вот точечку. Там кто-то бегает с фонарем, с керосиновой лампой и машет. Она, о-о-о, вот-вот встречает, сейчас подъедем, встречает. Ткнулись в берег. Никого не видно, только один фонарь. Он сбросил доску, вроде как бы трап. Меня, значит, выдернули на берег. Потом чемодан. Ёлте-палте, что ты, кирпичей что-то сюда наложила? Я говорю, не кирпичи, а учебники. Так по темноте пришли в какое-то здание. Идем по темному коридору. Света нет, электричества нет. Открываются двери. Передо мной вот такая вот комната, освещенная только керосиновой лампочкой. Стол накрытый с северными явствами. Тебе тут морожка, клюква, брусника. Значит, там рыбы запеченные. Ну, вот эти северные такие. И в бутылках какая-то мутная жидкость. И стоит человек 9-10, весь персонал на вытяжку, в белых халатах, чистые очень белые халаты, в косыночках. Этот персонал встречает главного врача. Здравствуйте вам, пожалуйста. Они все встали на меня так смотрят. А я стою в мокрых босоножках. Они были такие матерчатые, которые я пробочила в этом катере, в этом платьишке, вся замерз уже. И одна санитарочка смотрела, смотрела на меня. И вдруг расплакалась. Миленькая девочка, что ж мы с тобой делать-то тут будем? Познакомились, поели и даже вкусные северные брашки выпили. Как выяснилось, попала Тоня в село раскулаченных и высланных немцев по Волжье. Врач в этой больнице был лишь до 37-го года. Он все и создал. Даже медицинскую библиотеку собрал. А потом его репрессировали. И местные жители 19 лет ждали нового специалиста. Так поговорили душевно и спать Антонину Николаевну проводили. Утром проснулась, сама не верю, где я, что я, куда я приехала, что вокруг меня. Я не видела, было темно. Вдруг слышу, за дверью говорят, ну как, кто, хорошая девочка, совсем не воображалка. Заходит ко мне медсестра, я уже вся строгая. Так дайте мне халат туда-сюда, покажите мне больницу. Идем. Полы не крашеные, но вычищенные до блеска, как яичный желток. На окошках крахмальные занавесочки марлевые. Халатики на них белоснежные, косыночки накрахмаленные. Все коечки заправлены, как в образцовой солдатской казарме. И ни одного больного. Оказалось, не время сейчас болеть. Все в лесу ягоду собирают. Но вскоре началось. Зубы удаляла. Привезли мне мужика скальпированные раны черепа. Медведь задрал вот так, как взял его. И пополам все, от уха до уха разорвало. Зашивала. Потом случились роды. Я смотрела на акушерку. Если она спокойна, значит все идет хорошо. А она спокойно смотрела на меня. Говорит, а что мне волноваться? Где у меня врач? А я под всяким предлогом. Я сейчас приду. Акушерство открываю. Боже мой, тут уже все должно закончиться. А у нее все еще никак. Перестрадала. Страшно. И когда все закончилось, я глубоко вздохнула. Слава тебе, Господи. Первый экзамен я сдала. И вспомнила я очень с благодарностью того человека, который сказал, сапоги возьми, фуфайку возьми. Ночью, значит, стучат там где-то в бараке. Кто-то заболел. Значит, одевая резиновые сапоги. Иногда их не хватало через край. Грязь вот эта вот заходила. Как раз в такую распутицу на лодке привезли роженицу. Схватки вовсю идут. А у нее поперечное положение плода. Теперь об этой явной кесарево сечении с анестезистом. А я вот в этой деревянной больничке. Вот она и я. И вот я открываю учебник и читаю роды при поперечном положении. Поворот плода на ножку. Это страшнейшая, это тяжелейшая операция. В учебнике так написано просто. Входишь в полость матки, сидешь по спинке, нащепываешь ножку, извлекаешь, поворачиваешь, ну и так далее, там подобное. А когда я туда вошла, где ручка, где ножка, там внутри разобрать почти невозможно. В общем, этой родильнице повезло. Ну и мне очень здорово повезло. Я сделала это оперативно. И после этого уже не ждала с нетерпением, когда встанет река, чтобы сложных больных отправлять по льду в райцентр. Всех старалась лечить сама. А про нее уже слух пошел. Молодая, но опытная. И зимой ее пригласили в райцентр акушером-гинекологом. Уезжать не хотелось. Прикипела она к этим людям. Чувствовала, что нужна им. Но и оставить женщин огромного района без специалиста тоже не могла. В феврале приехала на новое место. И в тот же день ее вызвали к больной за 20 километров. Пурга. Дороги заметены. Дали мне трактор. На саночках такая вот избушечка. И я там сижу с акушерством. И лихорадочно, значит, все это листает странище. Что же я там буду делать? Приехала. И вот тут было мое первое крещение к акушер-гинекологу. Я собралась вся. Сделала все, что нужно. Перелила кровь там туда-сюда. Опасность миновала. И, значит, на этом же тракторе я, значит, рано утром я в район вернулась. Начинаю смотреть свои владения. Женской консультации нет. Беременные на учете не стоят. Сколько у меня женского населения? В районе сколько этих больниц? Сколько фельдшевских акушерских пунктов? Как? Чего? Что? В общем, одним словом, все пришлось сделать с нуля. И она делала. Жила по принципу – делать только сегодня, но не завтра. Уже к лету с помощью акушерок собрала сведения о всех женщинах района. Постепенно, благодаря ее стараниям, маленький необорудованный кабинетик вырос в настоящее акушерско-гинекологическое отделение с женской консультацией. Устраивалась и ее личная жизнь. Антонина вышла замуж за недавно приехавшего хирурга. Сама стала мамой. Дочку Катю рожала в Пензе, но уже через месяц вернулась домой. И в тот же день ее вызвали на работу. Декретный отпуск кончился. Муж помогал, поддерживал. Бывало, и к больным с ней ездил. Дают мне самолет, а самолетик, знаете, какой? Вот мне показалось, он из фанеры сделан. Два крылышка, пилот, вот еще, значит, пассажир или там кто помощник. И в хвосте носилки можно. И больше всего ничего. Ну, давай, полетим вместе. Соседки оставили эту Катюшу старшую. Мы быстро туда и обратно сделаем и прилетим. Прилетели. Рубленная изба. Полна ребятишка. У нее там трое или четверо детей. Перепуганный муж. Она лежит на койке обескровленной. Буквально ни давления, ни пульса нет. Пилот сказал, если за 40 минут, за час не управится, я улечу, потому что световой день на севере очень короткий. Муж переливает кровь, я делаю свое дело. Чуть тепленькая женщина, чуть тепленькая. Еще бы, может быть, несколько там часов, и она бы, конечно, окончательно стекла кровью. Женщину спасли, но самолет уже улетел. А пурга разыгралась и разыгралась. И сегодня нет самолета, и завтра нет самолета. Ну, в общем, так Бог распорядился, как говорится. Надо же все-таки выхаживать было до больного. На третий день ей полегчало. И пурга утихла. Можно лететь. Обступили нас дети. И один мальчишечка ее говорит. Тетенька на меня говорит. Спасибо тебе за маму. Давай я тебе цыганочку сбацаю. За то, что мама нам спасла. Сколько их было, спасенных жизней. Даже в день, когда Антонина, уже никуда не уезжая, родила свою вторую дочку. Не прошло и двух часов после родов. Только меня перевели из родильного зала в палату. Как поступает следующая женщина, и у нее идут осложненные роды. Прибежала акушерка вот с такими глазами. Сказала мне, Антонина Николаевна, сильные кровотечения. Антонина Николаевна встала и пошла в родзал. А порой роды приходилось принимать в тепловозе или в лесу. И операции делать на кухонном столе в деревенском доме. А потом там же неделю выхаживать больную, забыв о собственных детях. Приходилось и с вертолета по веревочной лестнице спускаться. А внизу механика держала эту веревку, потому что ее качает. Он первый спустился и держал. А я как была в домашнем халатике. Это летом было дело. Так выскочила скорее, потому что каждая минута дорогая. А я же знаю, что это такое. Промедление смерти и подобное. И он держал эту лестницу, а я спускалась. Спускалась и визжала. Не смотри на меня, потому что ветром от мотора подол поднимала на голову. Как она мечтала работать в городской больнице, где из крана течет горячая вода. Где много специалистов, с которыми можно посоветоваться и разделить груз ответственности. Ей-то не на кого было надеяться, кроме себя. Она уже привыкла сама принимать решения. И всем помогала. Даже с самым безнадежным. Но кто бы еще рискнул поддержать женщину, потерявшую двойняшек и еще одного ребенка, после двух кесаревых сечений. И снова забеременевшую в 35 лет. Я говорю, это у тебя последняя беременность. Потому что тебе не вынашивать, не рожать уже нельзя. И если ты согласишься с этой беременностью лежать до конца родов, 50 на 50, может быть. Сохрани ее. Но учти. И тебе грозит опасность. Потому что разрыв матки может произойти от одного до чихнешь. И все. Выдержишь ты это. Она говорит, на все иду. Оказалось, Нина снова ждала двойню. А это было вдвойне опасно. Но она терпеливо, без единой жалобы, выполняла все требования врача. И вот, наконец, пришел срок малышам появиться на свет. С большим волнением приступила я к операции. Извлекли мы девочку первую и второго мальчика. Тут разыгралась трагедия. Вот эта вся израненная матка, она никак не собиралась сокращаться, она кровила. Ну, это такая кровоте, как вот открыть кран на полную мощность. А то ушла только не вода, а кровь. И приняли с хирургом быстрое решение, что надо все это ампутировать, приостановить. Все это мы сделали. У женщины было некоторое время состояние клинической смерти. Двое суток мы ее с места не трогали. И она была в операционной на грани жизни-смерти. И эти двое суток я была вместе с ней в операционной. Нина выжила. Уже 40 лет прошло. А она до сих пор пишет своей спасительнице письма и благодарит за детей. Она каждый год присылает мне оттуда посылку с клюквой, грибами и брусникой. И говорит, пока я жива, потом я передам эту традицию своим детям. Без малого 20 лет проработала на Севере Антонина Николаевна. Ее выбирали для участия в первом съезде женщин Коми. Награждали грамотами. Но она гордится незваниями и не оказанными ей почестями. Говорит, главное, я оставила после себя крепкую гинекологическую службу. Но есть и еще одно самое важное достижение. За все 20 лет, несмотря на тяжелейшие условия, в которых приходилось работать, у нее не было ни одного смертельного случая. А это значит, ни один ребенок в ее районе не потерял свою маму. В феврале 1976 года Антонина Николаевна с дочками приехала в Заречный. Ее назначили заведующей женской консультацией. Было трудно привыкать на новом месте, знакомиться с большим коллективом, налаживать отношения с заведующими других отделений. Ничего, освоилось. Помогали и врачи, и акушерки. Благодаря их поддержке в консультации удалось организовать профилактическую работу. Врачи выезжали на место, вот прямо на место, на базу оборудования, они с своим креслом приезжали туда. Ходили на заводской здравпункт, там они смотрели. И попробуй, ты не пройди профосмотр. Так участковая акушерка, она добьется своего. Начальнику цеха будет звонить, начальнику. Вплоть до того, что домой, ну, Марья Ивановна, ну, приходите. Они все-таки приходили, и это давало свои результаты. При Антонине Николаевне в женскую консультацию пришли молодые специалисты, которые теперь уже сами стали опытными, уважаемыми в городе врачами. Можно было бы и спокойно на заслуженный отдых уйти. Но когда ей предложили организовать гинекологический кабинет в детской поликлинике, она загорелась, как когда-то в молодости. И снова ей хотелось сделать все только сегодня, ни в коем случае не завтра. Вместе с акушеркой Надеждой Егоровной Стенюшкиной они в сентябре 89-го года открыли этот кабинет. Занимались осмотром девочек и вели санитарно-просветительную работу в школах и детских садах. Порой девчонки им такие тайны доверяли, о каких им маме никогда бы не рассказали. И медики помогали. Надежда Егоровна и сегодня ангел-хранитель этого кабинета. А Антонина Николаевна? Антонина Николаевна вырастила дочек, выненчила внуков, дождалась правнука. Она входит в совет ветеранов медико-санитарной части. А недавно Антонине Николаевне исполнилось 80 лет. Не верится, правда? В чем секрет? Трижды в своей практике она просила за пациенток. За тех, в чье выздоровление уже никто не верил. Были такие отчаянные случаи вот с этой Ниной, что я упала на колени и говорю, Господи, возьми у меня три года жизни, только чтобы она поправилась. И каждый раз ее мольбы были услышаны. Все три женщины остались живы. И годы, которые она была готова подарить, ей, по-видимому, прибавили, а не забрали. Только, похоже, если понадобится, она снова отдаст их другим, не задумываясь. Такая уж у нее профессия. Иногда, ну, просто думаешь, Господи, какая тяжелая и ответственная работа. Ни разу не пришла мысль бросьте эту работу, сменить ее на какую-то более легкую. Все колени мои такие же. Кто работает, они одержимы. Мало кто уходит из этой профессии, несмотря на ее всю огромную ответственность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова